Так, здравствуйте, друзья. Так, все, я от перескопа тогда уже больше я вас, друзья, уже вопросы не читаю. Там, какие, сами отвечайте между собой. Мы все включаемся в этот вебинар. Продолжаем, друзья, нашу работу. Но я могу сказать, что после такого репортажа, после такого комментария, ну, тут трудно что-либо как бы дополнять, особенно с точки зрения, что идет, что не идет, что происходит, как действует, что когда будет, поэтому здесь, друзья, как раз ответы на все вопросы, ну, целиком и полностью есть. Поэтому 29 числа готовится, опять же, друзья, чтобы не гоняли ни на какого ажиотажа, и не было никаких, вот тут у нас говорят, когда начнет работать, когда презентация. Друзья, это ни в коем случае никакая не презентация. Это первый технический прогон, на который мы специально пригласили несколько делегаций. Для того, чтобы они в рабочем режиме увидели, что идет строительство, идут тестовые прогоны, идут испытания, идут монтаж скоростной системы разгонной, идет монтаж анкерных опор и промежуточных опор под грузовые, под 200 миллионов тонн сыпучих грузов, идут уже под городскую систему, которая дает пролеты полтора километра, идет монтаж, ну, точнее, подготовительной работы под легкую юнибайковую трассу, которая будет еще более легкая и простая. Этот процесс идет. А эти тестовые прогоны, это то, что показывает, что технология уже реализована, что она работает и то, о чем мы говорили, идет. Это рабочий момент. И нам очень важно сейчас не показать законченную, законченную, друзья, и когда мы будем все показывать, это будет уже апрель месяц, когда мы с вами будем видеть сразу несколько вариантов, когда будет уже действительно праздник, когда будет, что, соответственно, с точки зрения готового продукта. А сейчас, друзья, это технический промежуточный этап, но он очень важный. И он очень важный, почему мы сейчас решаемся на это пойти и показать. Он показывает, что технология существует. То есть можно подойти, удариться головой опору, тнуть ногой юнибайк, юнибус и сказать, ты не существуешь, но ты ездишь. Вот это право уже будет. И поэтому все, кто в прямом эфире будут это смотреть, вы это увидите. Все, кто будут там находиться и репортажи. То есть, друзья, вопрос о том, есть или нет, сделали или не сделали, это, соответственно, все будет убрано. И для нас это как раз очень важно. Дальше, друзья, работа экотехнопарк, он для того и создается, он будет постоянно что-либо демонстрировать. Постоянно. Он будет в постоянном режиме показывать новые варианты подвижного состава, новые трассы, новые станции, новые возможности, новые технологии и так далее. И это его судьба на ближайшие сто лет. Соответственно, таких экотехнопарков будет несколько. Сейчас я могу сказать, что уже на следующий год планируется экотехнопарк запустить свой в Австралии для запуска и демонстрации сертификации. Обсуждается такой же экотехнопарк отдельно в Челябинской области. Они просят у себя поставить опытный участок. Такой же, не такой же, а отдельные элементы экотехнопарка обсуждаются, смотрятся в Канаде, в Америке. Это тоже друзья развития проекта. Я сейчас расскажу, зачем мы сейчас делаем и зачем это сейчас происходит. Значит, друзья, по поводу еще раз технического прогона, чтобы не было никаких ажиотажей или не было никаких недосказанностей. Друзья, это показ, технический показ работающей технологии, как первый отчет перед инвесторами, которые инвестировали, показали, что это работает. И второе, более важный момент сейчас, друзья, это будет несколько делегаций из разных стран, какие мы вам покажем сейчас, потому что кто-то подтверждает свое участие, наоборот, от кого-то мы сейчас отказываемся, потому что в том плане, что мы в декабре будем делать вторую такую же презентацию, буквально через 2-3 недели, именно уже с показом определенных. Этот процесс будет идти постоянный. И, соответственно, самая главная задача, которая перед нами сейчас и перед вами стоит, это показать и именно действующий комплекс. И, соответственно, на этом мы сейчас готовы, хотя работа будет еще вестись, доводка будет вестись, испытание определенных узлов будет вестись. Друзья, это все строится впервые. То есть в данный момент это все натягивается, делается, крепится, изучается, выбираются оптимальные варианты, но эта работа идет, то есть большая, в том числе и научно-практическая конструкторская работа. Вот что-то испытывалось в цехах, вот что испытано сделано, а что-то испытывается сейчас в поле, что-то дорабатывается, делается. Но 29 числа уже однозначно будет что показать и что посмотреть. И мы как раз это делаем, это готовим. И инвесторы, которые туда приедут, в основном это уже потенциальные заказчики именно на технологии, и им будет показано несколько ключевых моментов. Первое о том, что вот что уже готово, какие узлы элементы, какие узлы элементы готовятся, и соответственно и коллектив, и команда, и территория, где это сейчас производится. Вот, соответственно, цель и задача. И я абсолютно, друзья, уверен, что эта цель будет достигнута. Значит, основная, скажем так, как это сейчас принято говорить, фишка того, что сейчас будет продемонстрировано, это вот эта легкая городская и грузовая система, то есть она может служить не только городской, пассажирской, но и легкой грузовой системой, соответственно, с перевозкой до 50 миллионов тонн грузов в год. Вот, соответственно, это система, которая может заменить и убрать все фуры сегодня с европейских дорог, с американских дорог, это очень простая строящаяся система. Так вот, основное требование к этой системе, это большие пролеты. О том, что она может пройти, она может перейти, автострады существующие, она может перейти, водные преграды, она может перейти авиадуки, линии электропередач, соответственно, нужны пролеты 200, 400, 800 и полтора километров. И на сегодняшний момент уже монтирована и сейчас испытывается эта путевая структура с элементами 200, 400 и 200 метров, то есть 800 метров она идет над землей, когда Юнибус и Юнибайк висят буквально несколько сантиметров над землей, то есть показывает, что она идет над... Потом они уходят на более... На высоту и проходят 200, 400 метров. То есть вот, что будет продемонстрировано. Друзья, для чего сейчас это делается и для чего это сейчас показывается? Вот это вид недельной давности, это 17 октября, нет, это самое двухнедельной давности промежуточные опоры, которые сейчас... На которых сейчас монтируется путевая структура. Так вот, это демонстрируется для того, чтобы можно проходить любые препятствия. Я могу сказать, что сразу ни одна аналогичная система легкого городского пассажирского транспорта с отпускной способностью 300 тысяч пассажиров в сутки, она даже близко не может подойти к этой системе. Вот, поэтому то, что сегодня делается и демонстрируется, это уже уникальный момент и уже очень серьезная заявка на то, что мы можем решать серьезные задачи. Одно тоже декларация о том, что мы можем решить сегодня все транспортные проблемы мегаполиса, подняв на второй уровень и проходя сегодня такими пролетами все препятствия, это уже на сегодняшний момент то, что вызывает просто же отнаженный интерес к этой системе. И таким образом, 29 ноября, друзья, это наши партнеры, это наши крупные потенциальные инвесторы, они это увидят, с ними будет очень серьезный прям там в экотехнопарке разговор, и мы как раз рассчитываем на то, что дальше после этого мы выйдем уже в первые такие крупные предзаказы для того, чтобы и рассматривать проекты в Австралии, а туда приедет и Хрот Хук, это руководитель нашей управляющей компании Skyway Австралии, приедет сенатор от Аделаиды, штат, где сегодня проектируется первый, приедут ведущие эксперты Аурикона, это нашего партнера, который у нас есть договор о совместной деятельности, которая сегодня именно с нами участвует как партнер по проектированию высотных зданий, совмещенных с анкерными отборами. То есть это как раз, друзья, будет уже, прибудет руководитель нашей управляющей компании Саканады, вот, он же является и другом премьер-министра, и очень сам крупный бизнесмен, мы все, друзья, отчеты все сделаем, покажем вам, сейчас это предварительный вопрос. Будет очень большая делегация с Израиля, будет делегация с Америки, то есть это, который рассматривал и руководитель управляющей компанией Скайвей Хьюстон, то есть та компания, которая планирует сейчас уже проекты в Америке, ну и тут, друзья, если уж Америку вспомнили, нельзя сейчас не сказать два слова о выборах, которые сегодня закончены, которые выиграл Дональд Трамп, то есть для меня это была полная неожиданность, я был абсолютно уверен и везде говорил о том, что выиграет клан Клинтонов, потому что вся информация и все, с кем я общался, люди были абсолютно уверены, эксперты, которые там на очень высоком уровне в Америке общаются и с кем мы ведем переговоры, они были абсолютно уверены и, соответственно, у нас, исходя из этого, также были представления, что выиграет клан Клинтонов и я до сегодняшнего утра даже не сомневался, что этот спектакль, который идет, он направлен на то, чтобы Трамп с небольшим отрывом проиграл. Но то, что сегодня произошло, друзья, я могу сказать, для меня это пересмотр очень многих позиций. Во-первых, я пересмотрел отношения к тем экспертам, на кого я ориентировался, это раз. Второе, это говорит о том, что как бы ни говорили, а уровень демократии все-таки в Америке крайне высок. Это говорит о том, что человек, который очень эпатажен и занимается шоу-бизнесом, может таким образом привлечь себе внимание. Ну и в третьем вопрос, друзья, что у наших друзей, у наших партнеров очень серьезные связи именно в команде у Дональда Трампа. Поэтому я им вчера высказывал свои соболезнования, говорю, друзья, вы сильно не переживайте, вы проиграете, ничего страшного, дальше будем работать. Ну и когда они мне сегодня утром отзвонили и сказали, что все, практически, это еще было 6 утра по Москве, о том, что все, победа практически предрешена. Но я, честно говоря, друзья, до 10 по Москве не мог поверить. Сейчас это факт уже свершившийся. Вот, и я могу сказать, что это одно, вот лично, там, для меня, лично для той команды, с кем мы там работаем, это, конечно, очень большой успех, вот, потому что мы с ними давно уже работаем, и это говорит о том, что Skyway в Америке теперь будет представляться несколько по-другому. Но это, друзья, для меня полная неожиданность, и меня тут уже упрекали, что я в своих прогнозах здесь могу ошибаться. Да, друзья, здесь я был, скажем так, не то, что не совсем прав, а эксперты, на кого я ориентировался, оказались не совсем точны. Ну, вот, друзья, это то, что касается Америки. Так вот, будет руководитель, управляющий компанией Skyway Houston, который рассматривает ряд проектов, в том числе один из проектов, это строительство и экотехнопарка, и в стыне Невада. Вот, то есть это тоже рассматривается, ведется, и я думаю, что сейчас вот с этими событиями, которые произошли, я думаю, что это будет двигаться еще более интересно. Еще и сейчас есть ряд переговоров и заявок от очень серьезных бизнесменов, которые, может быть, будут на этой встрече, а может быть, мы подготовим уже следующую, где-то на середине декабря, чтобы все в одну кучу не сваливать. Вот, и соответственно, мы вам 29-го все расскажем, все покажем, тут задают вопрос, будет ли перископ? Обязательно будет. Вот, естественно, в рамках того, что можно показывать и кого можно показывать, вы все это увидите. Вот, ну, а для нас, друзья, самое главное, и мы сейчас переходим, вот, к сегодняшней теме разговоров, которую я запустил на прошлой неделе, это по троллям, потому что, друзья, после, сегодня-то уже очень трудно сказать, что находясь в цеху, находясь в, на площадке на строительстве, что у вас ничего нет, вы обманываете, вы обманываете по срокам, вы обманываете. Вот, я здесь могу сказать, что, друзья, никто никого не обманывает, мы за это очень жестко отвечаем и за свои слова, и юницкий, и за, насколько я его знаю, ни разу не было, в случае, чтобы он говорил, а чего-то не происходило. Да, может быть сдвижка какая-то по срокам, как у нас была в озерах 2014, извините, 2000 года, когда реально там на 4 месяца сдвинули, вот, запуск технологий. Но это, друзья, не по зависящим от него причинам, это вопрос только задержки финансирования и только проблемы с поставщиками, которым нерегулярно оплачивали работы, и поэтому юницкий был заложником этой системы. Сейчас идет все более плавно в экотехнопарке, здесь произошло не сдвиг, а более такое распределенное сейчас по срокам, потому что сразу задачи усложнились, потому что юницкий принял решение запускать не одно, одновременно четыре сразу трассы, вот, это тоже все и по затратам и по срокам очень накладно и сложно, но основной тренд, как мы говорили, что осень этого года, октябрь-ноябрь, как мы изначально говорили, это демонстрация в Берлине, и тоже, как вы понимаете, друзья, это отняло очень много сил именно организовать и само проведение выставки, а потом еще и две неплановые выставки, когда уже после Берлина попросили выступить, выставиться еще на транспортной неделе в Минске, а потом на энергетическом форуме в Минске, то есть, поэтому еще практически месяц две машины стояли на эти выступления, поэтому это несколько сроки сдвинуло, ну, не то, что сдвинуло, друзья, это просто внесло определенную корректировку, ну, как говорили, что октябрь-ноябрь, вот, это произойдет, и опытные прогоны, сейчас, вот, как вы видели репортажи, Анатолий Доварович, все испытания в цеху именно подвижных модулей, они произведены, сейчас идет монтаж, опытные испытания, и я абсолютно уверен, что 29-го числа мы увидим именно уже запуск и тестовые прогоны, свидетелями которого мы будем участвовать. После этого, друзья, я думаю, что кто мне будет говорить или писать, или еще, так сказать, говорить о том, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, как видно, как слышно. Забрались мы... Так, отлично. О, отлично, отлично, так сказать. А то что-то у меня вылетело, как бы это зависло. А, теперь перископ пропал, да? Но видите, все, все, все не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот, друзья, значит, давайте уже тогда, значит, помните, я в прошлый раз поставил вопрос по троллям и даже запустил некий такой момент, что если вы найдете тролля, который готов выйти на общение, который готов на то, чтобы аргументировать свою позицию, то я готов пригласить, предоставить площадку для того, чтобы на выбирать и обсудить все вопросы, которые есть. Пускай там перед нами, я сказал, что даже отключу чат, чтобы его не обзывали последними словами, чтобы не было ничего, как бы, вот. Два тролля, я вам могу сказать, откликнулись на этот предмет, я даже пытался с ними переписываться, вот. Но я могу сказать, друзья, это, конечно, производит очень печальное такое качество, потому что, ну, сразу понятно, что это в большинстве случаев психически неадекватные люди, вот. И когда на мой вопрос, давайте мы сначала попередим, то есть у них сразу, включайте меня в прямой эфир, а что я буду говорить, разницы никакой. Я говорил, что давайте, друзья, сначала, может быть, мы с вами попереписываемся, а потом обсудим, как бы, вопрос, потому что все-таки, скажем так, все-таки народу много и, сейчас, секундочку, попробую запустить, надо аргументировать свою позицию, поэтому давайте сначала обсудим с вами вопросы. Вот. На что один сразу отказался, говорит, я не буду ничего с тобой обсуждать, давай мне эфир, так сказать, и больше меня это никак не волнует. Вот. А еще двое. Один привел аргумент о том, что я говорю чушь, потому что в тапочках из своей комнаты перемещаться в Париж невозможно, и он готов аргументировать свою позицию. Вот. На что я у него спросил, а у тебя другие аргументы по Транснету и по Скайлеве нет? Есть. Он сказал, вот это меня бесит, и вы полную чушь говорите. Пришлось с ним согласиться, потому что насчет тапочек у нас тоже с Юницким идут большие споры такие, именно идеологические. Мне почему-то кажется, что всегда надо быть в тапочках и перемещаться, чтобы можно было в Париж, в Нью-Йорк, в Лондон. Вот. А Юницкий почему-то утверждает, что надо босиком, и сразу, чтобы, выходя из Юнибайка, можно было ходить по травке босиком. Вот. Поэтому пришлось с этим троллем согласиться, в принципе, ну, босиком или в тапочках, ну, какая разница, так сказать. Ну, ладно, пускай будет босиком, если так сильно хотят. Если ему не нравится, что я буду в тапочках, ну, я согласен, что я эти тапочки сниму. Вот. Но включать я его все-таки в это самое не стал. Вот. Второй очень оголтело говорил, то есть он на 60 страницах привел недостатки системы Skyway, но основной аргумент, почему мы обманываем сегодня наших акционеров, заключается в том, что РЖД не даст нам строить систему Skyway. Я ему задал вопрос, а при чем здесь РЖД? Он говорит, это монополист, в России он определяет стратегию развития скоростного движения, поэтому у вас ничего не получится, и вы обманете своих акционеров. Я ему задаю вопрос, слушай, уважаемый, у нас сегодня акционеры из 102 стран мира, 102, еще раз повторяю, 102 страны мира со всех континентов. Почему наши РЖД сегодня им не позволят получать дивиденды? Я вот совсем не понял. Более того, сегодня Юницкий и Бабурина с самолетов не влазят, они сегодня адресные проекты рассматривают по всем, наверное, уголкам мира. Сегодня трудно назвать уголок, где они производятся. Это и Боливия, и Монголия, и Индия, и Китай, и Америка, и Канада, и Израиль. А там ни одного километра у РЖД нет. Как может РЖД сегодня помешать строить дорогу во Вьетнаме, или в Монголии, где у нас есть партнеры, или в Канаде, где сегодня рассматривается? Вот я, честно говоря, аргументы этого бойца тоже не понял, на что он потом начал писать матами, начал писать, так сказать, это вы все равно всех обманете. И последний аргумент, который я сказал, что, друзья, мы отстроили сегодня таким образом систему, что неважно, в каком уголке мира начнется строиться первые проекты, а потом будут развиваться. И нам все равно, будет это развиваться сегодня в России или нет. Если сегодня РЖД будет стоять насмерть и говорить, мы сегодня Skyway в Россию не пустим, но это как в свое время, если бы там руководитель РЖД или руководитель встал и сказал, я не прущу интернет в Россию. Ну и флаг ему в руки, не пускай. Просто когда он по всему миру стал развиваться, хочешь не хочешь, надо развивать его и в России. И пришел сюда интернет, может быть, не в первую очередь. Поэтому, друзья, это не серьезно обсуждать. Поэтому я пока за эту неделю, вот я говорю, три вот эти позиции проговорил, но серьезных людей, которые могут сегодня аргументировать свою позицию с точки зрения, что я лох с 17-летним стажем и я лохотронщик, то есть я привожу людей, которых я обманываю, я пока не услышал. Но, друзья, тут происходит еще ряд событий. То есть на этой неделе появились очень многочисленные ролики. Меня просто закидали все и в почту, и сообщениями, что наш бывший там партнер, директор, там зачастую можно сказать и друг, это Виктор Узлов, разродился интервью в трех частях, где опять обливает грязью Юницкого. Про себя не могу к чести ничего сказать, он про меня ничего плохого там не сказал. Вот, но все равно он меня очень здорово разозлил этими интервью, этими показами, потому что там нет ни слова правды. То есть в очередной раз Узлов просто вылил кучу помоев, как он сказал, из унитаза, правда почему-то он это адресовал Юницкому. Вот, он почему-то полностью переврал то, что было в озерах, он почему-то полностью переврал то, что сейчас происходит, и таким образом, друзья, я считаю своей честью, я считаю это своим, ответить на очень многие вопросы, то, что касается особенно истории развития озер, потому что, друзья, это все было на моих глазах. Я там каждую гайку, каждое ведро цемента, каждую струну я там обнимал тряпочкой, протирал, фотографировал, и это все произошло на моих глазах, потому что я привел туда основных инвесторов, первых. Вот, я там был с Анатолием Дуаровичем, потому что для меня это была мечта жизни, я считал, что мы сейчас закончим строительство озер, и очередь будет выстраиваться от озера до самого Кремля. И очень был удивлен и поражен, когда этого не произошло, но это, друзья, потом. Вот, поэтому я могу сказать, что я видел, как это дело, как это давалось Юницкому, как он там ночами натягивал, делал и заливал бетон, и так далее, и так далее. И как сегодня Узлов, который пришел в проект спустя 9 лет, после того, как был построен полигон в озерах, после того, как он с уст людей, которых он, постараясь захватить организацию, в которой он был генеральным директором и не основным учредителем, подделав документы для суда, вот, а я участвовал с ним в судебных разбирательствах, когда он пытался и взыскать определенные суммы, подделав подписи Юницкого, и когда он подделал подписи для того, чтобы вывести Юницкого из учредителей в Австралию. То есть это полностью абсолютно бесчестный мошенник, который занимается только такими методами. И если бы он ничего не говорил, не трогай, я бы, может быть, и молчал. Опять же, давайте его словами из тех репортажей, которые он говорил. Виктор, если тебя никто не трогает, зачем из тебя это говно лезет? Виктор, если сегодня ты создаешь транспортную систему, так создавай, кто тебе ее мешает. Я, кстати, купил твой фонарик с батарейкой два года назад. Так, кстати, его до сих пор не получил. Поэтому, будь добр, я инвестировал деньги, верни мне мой фонарик, который ты обещал сделать два года назад. И второй момент. Виктор Васильевич Морозов, который, будучи у нас председателем Совета директоров, также инвестировал в твою компанию. Ты им обещал определенные дивиденды два года назад. Прошло два года назад, что да ни тебя, ни дивидендов, и даже договоров никаких. Нет, тут тоже на этот предмет прошу очень хорошо подумать, когда ты суды там показываешь и кем-то это сам. Теперь вот по поводу золотых колесниц, которые Узлов неожиданно стал обладателем золотой колесницы. То есть он пришел и узнал о струнных технологиях Юницкого, когда уже полигон 10 лет стоял. И в это время Узлов теперь становится обладателем премии золотой колесницы за изобретение инноваций в сфере транспорта. Но это бог с ним, Виктор, тут нет никаких вопросов. И к тебе, как к создателю новой транспортной системы, создавай. Более того, ты уверен, что у Юницкого есть ошибки, так флаг тебе в руки. Единственный вопрос. Я с Юницким участвовал в создании первого полигона в Озерах. Я с Юницким участвовал в создании второго полигона. Сегодня в Вариной Горке мы опять строим. Через три недели мы показываем. У нас процесс идет, машины готовы, конструкторское бюро работает. Все идет. Где твое? Покажи хоть что-нибудь. Не бла-бла-бла языком. Ты говорил, у тебя какие-то машины, чудо-батарейки, электроэккумуляторы, которые работают, напряжение Тесла. Еще не важно там что. У тебя много кучи изобретений от вечных двигателей. Бог с ними. Во-первых, ты что-нибудь покажи. Во-вторых, ты строишь дорогу, тоже ты упоминал Капитонова, которого ты в глаза никогда не видел и никогда с ним не общался. А я Сашу Капитонова очень хорошо знал, который Капвей тоже украл технологию Юницкого и строил с Капвей. К сожалению, плохо кончил. И Дмитрия Терехина, которого ты упоминал, это мой товарищ, которого я привел в проект. Я тоже его очень хорошо знаю. У которого тоже был конфликт с Юницким. И из-за того, что он также пытался подделать документы. Поэтому когда ты говорил, что он жалобным голосом говорил, что его все кидают. Да нет, просто приходят такие жулики, как ты, и пытаются отобрать. И еще один очень момент, который меня интересный зацепил в этом интервью. Ты сказал, что что бы сейчас ни сделали, 25% принадлежит тебе. Это то есть мы сейчас создали Skyway. Сделали, инвестировали из 102 стран мира. И ты будешь претендовать на 25% исходя из того, что ты подделал документы и подписал липовый лицензионный договор. Но это, Виктор, значит весь вопрос. Это сверх наглости с твоей стороны. Я тебе могу сказать, ты просто мошенник с этой точки зрения. И встретимся в суде. Обсудим. Если я сейчас затронул твою честь и достоинство, давай подавай на меня в суд. Я готов обсуждать и делать каждое твое слово. Но то, что как вы врали по поводу фотографий, которые сейчас Алексей показывал в Белоруссии. Когда подали в суд, что сейчас фотография с Зилом висит на сайте Узлова. И он этой фотографии показывает, что Узлов и Дуботовка имеют какое-то отношение к технологии. То есть видите, вот с правой стороны была фотография с Зилом, где стоял Юницкий и Дуботовка. Они в том фотошопе стерли Юницкого, оставили Дуботовку. И говорят, вот это доказательство того, что Дуботовка имеет отношение к... Больше нет никакого. И в суде, судья, кстати, очень интересное судебное заседание. Я, друзья, был на всех трех заседаниях, которые длились по 8 часов. Это в Верховном суде, это весной было в Верховном суде Белоруссии. Где судья рассмотрел всю технологию и приобщил к делу все. Мы даже удивились, что он приобщил и интервью Громова, и интервью Лебедя. И интервью президента Адыгеи, и Савмена Хазрет Меджидовича, который там был. И Кошмана, и министра строительства России на тот момент. И все документы, и даже документы, которые Узлов писал о том, что эта технология принадлежит ему. И делал на это заключение проблем транспорта в Санкт-Петербурге Белого. И то письмо, которое Белый потом опровергал о том, что он давал это Узлову. Это, друзья, совсем другая история. Весь вопрос, что если бы эта фотография не использовалась как доказательство, то флаг им в руки, ну почему, Узлов, ты держишь эту фотографию у себя на сайте, показывая ее как доказательство принадлежности к технологии, когда там фотошопом убрали Юницкого. И суд это доказал. Более того, когда вы на суд пригнали шесть свидетелей, лжесвидетелей, которые просто, ну представляете, друзья, человек, который, он говорит, я на полигоне на этом убирал мусор в 2000 году, представляете, да? И поэтому я сейчас утверждаю, что Юницкий врун. Представляете слова, да, на суде, о котором он говорит? Это, друзья, не то что детский лепет, это уже другие слова. Когда группа лиц по сговору делает заведомо ложные доказательства и в Верховном суде пытается Верховного суду судью ввести в заблуждение. Виктор, а это уже уголовное преступление. И ты, Дубатовка, за это ответите. Реально ответите. Потому что то, что концерт, который вы устроили в Верховном суде Белоруссии, просто так проходить не должно. И теперь, друзья, очень интересная мысль, на которую навел Узлов. Если он сказал, что фотография с этим ЗИЛом является принадлежность к технологии, к совладению технологией, то, наверное, это надо реализовать, друзья. И родилась очень интересная мысль. Почему мы... не то что почему. Сегодня идет реставрация этого ЗИЛа. Действительно, нам повезло. Мы его нашли в озерах, этот ЗИЛ, и он будет реставрирован, и как экспонат будет выставлен в озерах, и когда в октябре приедем, он будет в обязательном порядке стоять. И каждый из тысяч, друзья, из тысяч людей, которые приедут, и которые являются инвесторами Skyway, они могут сфотографироваться и на фоне этого ЗИЛа, и внутри этого ЗИЛа, это история. И эта, друзья, фотография будет действительно подтверждением того, что вы являетесь совладельцами технологии. Вы являетесь инвесторами и партнерами. И те, кто приедет в Экотехнопарк в апреле и сфотографируется, эта фотография будет действительно подтверждением. А вот фотография Дубатовки, узлово там быть не могло, он через 9 лет пришел в проект. Так вот, подтверждение Дубатовки, что он сфотографировался с этим ЗИЛом, то, что он имеет к этому отношение, и он является автором технологии, это, друзья, вранье. Я могу сказать, что как печально они выглядели и на суде, и сейчас в этом интервью. Виктор, знаешь, что я могу и тебе сказать, и Дубатовке, и Салиму еще, тоже можешь передать, но я ему эту запись и сам отправлю. Еще один мошенник по поводу исков, которого ты говорил. Не твои иски сейчас в Москве ходят, по которым доставляют проблему мне и Юницкому, а иски Салима. Это еще один жулик, еще один неудачник, который пытался в свое время примазаться к проекту. Примазаться. Так вот я могу сказать, друзья, это я уже ко всем обращаюсь, а к Вите Узлову конкретно. Виктор, для тебя будет самое большое наказание, когда мы это сделаем. Мы это сделаем, покажем и будем двигаться дальше. А ты смотри и имей в виду, ты мог быть причастным к этому, ты был частью этого проекта, но ты принял совсем другую логику, ты принял совсем другие ориентиры. И то, что ты сейчас делаешь, особенно обливая грязью Юницкого, Юницкого, я бы это не начал говорить, если бы ты это не сказал. И про унитаз, и про говно, которое лезет. И еще ты очень правильно сказал, Виктор, и мы с тобой это знаем. Мне не надо правду рассказывать, и тебе не надо рассказывать. Мы с тобой ее очень хорошо знаем. Ты сказал очень правильную вещь. Мы все ходим под Богом. И Бог нас всех рассудит. И тебя в том числе. И мы знаем и про те иски, которые ты писал, подделывая подпись, и доверенности, которые ты подписывал, и лицензионный договор, который ты заключил, и сколько ты еще там крови нам попил и еще собираешься пить. Так вот я тебе говорю, занимайся своим делом, делай свои батарейки, делай свои вечные двигатели, делай что хочешь, только не называй дуботовку создателем струнной технологии и то, что он построил озера. Не надо меня трогать. Для меня договор и в озерах полигон очень важная для меня вещь. Я принимал в этом участие. И не надо меня трогать и обманывать. Это я тебя просто прошу. Понял, Виктор? И как ты сказал, я надеюсь, что эта запись будет выложена, и ты обязательно ее увидишь. Обязательно. Так вот, на сегодня я могу сказать ни слова правды в том, что ты говорил, нет. Ты просто врун. И это я могу и доказать, и подтвердить. И как ты врал и делал на суде, и судья, верховный судья тебя просто осадил и сказал, что молодой человек, кроме этой ахинеи вы можете еще что сказать? Нет? Так вот, я тебе могу сказать, ты можешь нести только ахинею, подтверждая какими-то тобой нарисованными бумажками. Если у тебя есть серьезные бумажки, если ты серьезно претендуешь на 25% в компании, которую мы сейчас делаем, welcome, пошли в суд. И там будем разбираться, и там мы очень четко договоримся и разберемся, соответственно, кто кому что должен. Вот. А я считаю, что, Виктор, я тебе ничего не должен. А вот то, что ты сейчас говоришь и льешь грязь, это, конечно... Ну, друзья, как вы понимаете, это в прямом эфире у нас был такой диалог с Виктором Узловым. Таким образом, чтобы... Ну, а как еще, друзья, отвечать вот такого рода мошенникам, понимаете? Это человек, который был самый близкий человек к Юницкому, который был генеральным директором компании, которому он доверил управление всем, и который первый, что сделал, сделал рейдерский захват, выкинул оттуда Юницкому. Более того, он еще угрожал мне и Виктору Бабурину, что если мы будем заниматься и представлять технологию в любой точке мира, он еще нас будет в тюрьму сажать. Так вот, я могу сказать, что, Виктор, ты не прав. И мы делали, делаем и будем делать. И вопрос такой, ты делаешь свою дорогу, как ты сказал, ты делаешь свои батарейки, ты делаешь свой вечный двигатель, вот и делай. Объясняй это людям, рассказывай, будут тебе верить, будут тебе инвестировать, флаг тебе в руки, кто против. Но не трогай и не ври. А остальное все, друзья, работаем полным, так сказать, это. Так, а тут просто развлекается. Так, ну что, друзья, видите, я считаю, что с Виктором Узловым мы в прямом эфире поговорили. Я думаю, что через некоторое время мы увидим ответ на такое послание. То есть, я думаю, что он промолчать на это не сможет. Вот, поэтому, таким образом, единственное, что я для себя счел нужным, и я вчера очень долго разговаривал с Анатолием Дуаровичем Денисским. Я говорю, Анатолий Дуарович, не ваше право, вам не надо отвечать вот на эти тявканье и гавканье. Потому что там нет ни слова правды, там одна чернуха, там одно вранье. И сейчас отвечать на вранье не совсем правильно. А свидетелями тех событий были только четыре человека, которые действительно были на полигоне в 2001 году. Это Анатолий Дуарович Юницкий, это Надя Косарева, его жена, это Денис Юницкий и я. Мы были там. Вот, Дубатовка в данном случае, это как наемная работа, которую наняли на работу как инженера, который сейчас выдает о том, что это он сделал. Ну, это просто жулик, так сказать. Мало ли кого. Там было еще сотни людей, которых нанимали на работу. Вот, соответственно, это ответ на все вопросы, которые мы сегодня хотели сделать. Вот, ну вот, друзья, я передаю слово Алексею. Вот, Алексей у нас, как всегда, я говорил, у нас сегодня злой вебинар. Вот, Алексей сегодня будет рассказывать не про персонали, а про определенные технологии, которые тоже встали сейчас на такой путь, скажем так, конкуренции, на путь подачи. Поэтому сейчас мы будем еще и давать анализ и оценку определенных технологий, которые также сейчас собираются с нами конкурировать. Так, Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую, дорогие друзья. Кого видели, кого только встречаем сейчас с вводного технико-экономического вебинара. Сегодня, да, у нас такой, надеюсь, Алексей не будет погружаться в склоку. Алексей, да, не будет погружаться в склоку. Я хотел бы чисто логически, выверенно привести анализ тех компаний, которые также сейчас поработают в сфере транспорта второго уровня. Также заключают соглашение. И насколько вообще актуально это соглашение, насколько актуальны такие слоганы, как Владимир Владимирович Путин поддержал Hyperloop. И насколько пиар акция, насколько шоу соответствует действительности. Давайте сегодня проанализируем. То есть, я уже неоднократно останавливался на том, что идея с транспорта второго уровня, она давно витала в воздухе. Естественно, начал ее, и это абсолютно можно проанализировать, этому есть доказательства. Есть замечательная публикация, монография, технические расчеты, где представлены струнные системы на Земле и в космосе. Замечательное вообще исследование на высшем техническом уровне Анатолия Эдуардовича выполнено. Всем рекомендую прочтению на главной странице сайта Анатолия Эдуардовича. Вы можете это все увидеть. И теперь давайте перейдем к тому, что, в принципе, утверждал вначале Илон Маск. Потом мы немножко окунемся в историю Hyperloop и посмотрим на то, что же они представили. И что же они планируют сейчас представить. И какие вообще планы у нас и у них. Во-первых, как я уже сказал на вводном технико-экономическом вебинаре, вообще вот всю систему гиперскоростного транспорта, которую популяризировал и предложил как маркетолог, как пиарщик, как бизнесмен, как долларовый мультимиллионер на тот момент, потому что действительно стоит отдать должное, что бизнесом Илон Маск умеет заниматься хорошо и концепции тренды умеет улавливать еще лучше. Неизвестно, откуда он узнал. Может быть, действительно ему пришла в голову мысль. Но первым в мире вообще человеком, кто начал популяризировать эту идею в виде ОТС, общепланетного транспортного средства, был Анатолий Эдуардович Юницкий. И на самом деле, дорогие друзья, телевидение, масс-медиа делают свое дело, свое порой грязное дело. И действительно мы начинаем верить в то, чего на самом деле нет. И самым серьезным доказательством является, повторюсь, вот та монография в разделе публикации на главной странице Анатолия Эдуардовича, сайта, которую вы можете найти. Там все описано, дорогие друзья. Еще в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович представил концепцию перемещения в вакуумной трубе. Мы к этому вернемся. И для меня вообще было это супер новостью, когда Анатолий Эдуардович сначала в приватном разговоре, потом уже мы начали это выносить на вебинаре. То, что оказывается после скоростного перемещения, если уж говорят сейчас все так о гиперскоростном, решение есть, просто о нем хотели не говорить. Но если сейчас все говорят, и действительно популяризация именно идет в виде гиперскоростного перемещения, то давайте, дорогие друзья, об этом поговорим. И у нас есть решение. И на самом деле вот на конференции в Словакии, о которой я расскажу чуть попозже, тоже замечательная конференция, и Европа у нас развивается очень мощными шагами, я рассказал о том, что в принципе сейчас вот те договора, спрашивали много договоров, а вот Словакий договор, Hyperloop заключил, а вы вот тут Skyway продвигаете, каким образом это можно сопоставить, кто правду говорит, кто вымысел. Мы по масс-медиа ничего не понимаем, но видим, что Hyperloop делает огромный шум. Вот именно, дорогие друзья, они делают шум. Это большая проплаченная пиар-компания. Наберите в поисковике Hyperloop и просто посмотрите за несколько дней буквально. Вот события Burj Khalif, я подписан в Инстаграме на них и слежу за нашими партнерами, компаниями, потому что конкурентами я бы их не назвал. Конкуренты это те, кто дышат в спину. А тут не то, что в спину не дышат, а на несколько сотен, а может быть даже тысячу шагов они отстали. И вчера они провели замечательное такое пиар-мероприятие на самом высоком этаже, 112 этаж, Burj Khalifa. Я думаю, что вы можете представить стоимость этого мероприятия, даже если небольшая презентация. А там как раз таки и была небольшая презентация. Отличное мероприятие, чтобы собрать там людей, которые теоретически могут инвестировать во что? Инвестировать в хороший фантик, конфетку, в визуализацию. Они сделали классный ролик, замечательный, набирает количество просмотров. Даже видно, что они не накручивают просмотры. И действительно идея гиперскоростного транспорта, она интересует людей. Действительно, я думаю, что огромное количество арабов просмотрят этот ролик и будут восхищены. Восхищены тем, что можно будет за несколько десятков минут добраться из одного города в другой, расположенный в странах Арабских Эмиратов. Но, дорогие друзья, является ли эта красивая картинка действительно реальность? Вот тут вопрос открытый. И, собственно, если говорить про то, что продемонстрировали Hyperloop, продемонстрировали они не так давно. И давайте посмотрим, что в мае 2016 компания Hyperloop устроила в виде фееричной презентации двигателя вакуумного поезда на полигоне в пустыне Невада. И без накладок тут, дорогие друзья, не обошлось, потому что инженеры там слишком рано запустили электрогенераторы на демонстрации. Имейте в виду на демонстрации, на которой присутствовали серьезные инвесторы, приглашенные журналисты. И эти электрогенераторы перегрелись. То есть Бэм Броган, это технический директор, на тот момент Hyperloop One, ему пришлось снизить нагрузку и провести показ только на одном генераторе. Это то же самое примерно, если бы мы феерично в присутствии инвесторов, но это просто бы смешно звучало, дорогие друзья, Если бы мы показывали вот то, что увидели в предыдущем репортаже на размытом фоне, ну там понятно, что действительно происходит испытание. Мы не делаем из этого никакого шоу. Анатолий Эдуардович Юницкий строго-настрого категорически отказывается делать из этого какое-то шоу. Там просто происходит испытание. А что же представили Hyperloop? Давайте посмотрим. То есть в мае 2016 года было представлено, что супермероприятие, супероткрытие года. И вот эта вот тележечка, если посмотреть, затормозила она с помощью песка. И посмотрите, как все аплодируют. Настоящая модель американского шоу. Настоящая модель того, что мы видели на выборах в Америке. И я безмерно рад и счастлив, что Дональд Трамп выиграл, потому что изучая историю Hyperloop, я могу сказать, что там определенные кланы, которые теоретически должны были победить, они имели место быть в качестве сподвижников, союзников. Представьте, насколько мощно работает наше название Skyway, небесные дороги, даже в этом плане, дорогие друзья. Все неспроста. И действительно, название Skyway, Анатолий Эдуардович Ницкий, не знаю, как пришло ему в голову это название, но выбрано было абсолютно неспроста. Это май 2016 года. Это великое их достижение с перегоревшими электрогенераторами. И давайте посмотрим, что произошло. Также была сделана пиар-компания менее масштабная, потому что эти ребята также соревнуются в создании подвижных составов. Это Waterloop, но концепция также Hyperloop. И посмотрите, что также было освещено на различных телеканалах, что это двигается. Вот это вот, это демонстрация. И это транслируется по центральным телеканалам. Дорогие друзья, транслировалось ли по центральным телеканалам вообще вот, когда у нас модель 1 к 10 поехала еще в сентябре? Дорогие друзья. Но просто это глупо выкладывать, и это также было бы глупо выкладывать, как недоработанный подвижной состав. Мы бы, допустим, отправили на Экотехнопарк до начала испытаний на производственной площадке и так далее и тому подобное. И действительно, я могу сказать, дорогие друзья, даже если сравнивая с тем, посмотрите, на каком фоне строится Hyperloop. То есть это немножко из такой сферы темно и светло, но действительно у нас райский сад будет цвести на Экотехнопарке. У них пустыня, с которой они не могут сделать ничего. У Анатоли Эдуардовича существует решение, дорогие друзья, с помощью гумуса. И это специальное направление Sky Soil, которое позволит нам вообще оплодораживать и восстанавливать плодородный слой пустыни, в которой сейчас строят Hyperloop. Посмотрите, действительно, вот и разрыв буквально во многие месяцы происходил. Если мы еще зимой смонтировали наши промежуточные опоры, то только недавно в Твиттере у Hyperloop вам появилась вот эта вот картинка. Если мы уже давненько построили, фактически достроили первую анкерную опору, то вот это их технопарк. Это не экотехнопарк, мы еще поговорим о тех уронах экологии, которые будет вообще применять Hyperloop. И обязательно, дорогие друзья, когда у нас произойдет демонстрация, мы вот эти ролики, возможно, и смонтируем, которые Hyperloop, Waterloop и покажем миру действительно, что у нас не просто тележечка какая-то поехала. У нас сейчас тележка ездит, но это испытания, которые необходимы перед даже не демонстрацией, а генеральным технологическим прогоном, перед нашими инвесторами. И в США, я могу сказать, дорогие друзья, намного проще привлечь инвестиции, чем в России. Я безмерно счастлив, что действительно мой прогноз в этом плане оправдался. И посмотрите, каким образом у нас вообще развивается инвестирование. С 2013 года только русские и русскоговорящие начинали развитие проекта Skyway. Для этого сейчас введен пакет-мультипликатор. Для тех, кто инвестировал по дисконту 1 к 1500, 1 к 1000. И, дорогие друзья, вы сейчас можете еще приумножить ваш пакет, потому что вы первые. Вы первые, кто это сделал. И обязательно используйте эту возможность. И помните, что действительно вы первопроходцы. С 2013 по 2015 год, дорогие друзья, вот этот действительно марафон, этот изнурительный марафон бежали мы. Мы русскоговорящие, мы русские. И развивали русскую технологию, белорусскую технологию, интернациональную, международную и мировую, я бы сказал, технологию, дорогие друзья. Что произошло в 2015 году? Это если, анализируя нашу краудинвестинговую систему и анализируя, насколько сложно нам давались эти усилия, дорогие друзья. В 2015 году только начали присоединяться наиболее активно, но присоединились, признаюсь, очень мощно и очень серьезно наши европейские коллеги. И сегодня мы видим, что ведущие спортзвезды, ведущие специалисты и профессионалы международного класса, не как там, допустим, коучи международного уровня в одной из наших инвестпроводящих систем, которые, на мой взгляд, таковыми не являются. А действительно, люди, которые доказывают интересом к ним со стороны европейских компаний, европейских специалистов, они сейчас спрашивают, а чем мы вам можем, ребята, помочь? Мы хотим развивать ваш проект и мы видим, что за вами будущее. Что же касается Hyperloop, то на первом раунде очень легко были привлечены 8 миллионов долларов. Как это происходит в Америке, дорогие друзья, и слава богу, что мы сейчас развиваемся изначально не в Америке. Слава богу, что произошло то, что произошло в озерах, потому что это наша история. И сквозь огонь, воду и медные трубы, сквозь тернии к звездам мы действительно достигаем цели, дорогие друзья. Сквозь трудности, сквозь непоколебимые и сверхсложные трудности мы достигаем того, что мы покажем уже 29 ноября. Мы не будем снимать никакие залы в Бурж-Халифе. Мы использовали для первой конференции, для первого раунда наших инвестиций, не какой-то фешенебельный отель, а гостиницу университетская. И многие спросили, а почему такое не очень респектабельное место, дорогие друзья, потому что средств на тот момент не имелось абсолютно на то, чтобы организовывать чуть-чуть хотя бы более высшего уровня мероприятия. И только с того момента, 2014 год, октябрь, я помню эту дату, я раздумывал еще ехать, не ехать на это мероприятие, потому что до этого участвовал в различных сетевых проектах и так далее. Но решил ехать и запомнил эту дату на всю жизнь. Потому что я думаю, что те, кто были на этом мероприятии, поставьте плюсики просто, кто помнит гостиницу университетскую. Вот это, дорогие друзья, был наш первый раунд инвестиций. И более того, я могу сказать, дорогие друзья, что буквально через несколько месяцев мы достигли того потенциала, когда еще Сергей Семенов был, схема краудинвестинга, которую начал Анатолий Эдуардович Уницкий, подхватили другие. Она действительно работает. И это будущее, за которым будут тянуться в самом ближайшем будущем и использовать эту схему многие корпорации. Но корпорации Hyperloop, несмотря на то, что они сегодня говорят о том, что они буквально через некоторое время, чуть ли не через год построят в Арабских Эмиратах вакуумную трубу. А задумайтесь, если мы зададим господам арабам вопрос, сейчас мы об арабах обязательно поговорим. Потому что произошли определенные события, новости, которые все так ожидают. И я еще раз докажу фразу, которую очень люблю произносить в нашем проекте, что в проекте Skyway абсолютно любой человек может стать каждым. Если мы скажем арабам, дорогие друзья, мы знаем, как построить гиперскоростную трассу, но давайте мы вначале займемся восстанавливанием ваших пустынь для создания плодородного слоя, для создания и проработки концепции не просто трассы, гиперскоростной трассы, вакуумной трубы, которая еще неизвестна, как влияет на экологию, но концепции целого линейного города, который стоит дешевле, чем создание вот этой трассы Hyperloop. Что они скажут? Естественно, ответ будет более чем предсказуемый. Дорогие друзья, и как раз таки присутствуя на конференции в Словакии, я могу сказать, что событие развивается настолько серьезно и быстро, что действительно хочется тратить время только на те переговоры, на то общение, которое действительно ценно. Приходится общаться и с потенциальными крупными инвесторами, которые в оконцове, и они обычно в самом конце показывают, что они, оказывается, являются фейком и разводом. Но, дорогие друзья, я по-прежнему вам рекомендую и прошу вас, тех, кто не может сам общаться. Да, у нас есть свой график, Сергей Анатольевич, мы ездим по командировкам и по странам, по конференциям, но будем выбирать время. И вот Муртазину, Фаргату Харисовичу, я хочу сказать, что извиняемся, что с французами пока не связались, потому что отвлекли нас другие потенциальные крупные инвесторы, но обязательно с ними свяжемся. И, дорогие друзья, запомните вот эту конференцию 5-6 ноября. Для меня она была просто изумительная. Во-первых, там сидели все профессионалы, то есть это действительно мощные лидеры, это не просто новички тоже были, но я расскажу об одном новичке. На прошлой конференции, которая была в прошлом месяце, каждый месяц мы посещаем Европу, Словакию, Венгрию и так далее. Сергей Анатольевичем, Виктор Бабурин тоже был. И на прошлой конференции вот история, успешная история, что любой может стать каждым в Skyway. Как вы думаете, кто инвестировал с прошлой конференции? Франтишек чуть-чуть задержался на несколько десятков минут. И мы спросили, Франтишек, а ты где был? Он говорит, а я общался с владельцем отеля, где мы проводили конференцию. Это сеть отелей Dixon. И мистер Сницкий, замечательный человек, очень рассудительный и очень правильно стратегически мыслящий, добился позиции эксперта менее чем за две недели. Все, после этого можно ничего не говорить. На следующую конференцию буквально через несколько недель он говорит, что я стану топ-экспертом. И мы даже задумываемся теперь, что нужно вводить какую-то, наверное, новую позицию в нашем маркетинге, краудинвестинговой системе, кроме топ-эксперта, то есть чуть повыше топ-эксперта. Это человек, который заинтересовался, просто услышав информацию, просто услышав информацию, причем в переводе. Но стоит отдать должное, что перевод был изумительный на прошлой конференции, А на этой конференции, внимание, тоже запомните, где вы встретите такое, дорогие друзья. Конференцию переводил тот самый Адриан Кармоци, мой хороший друг, товарищ уже, коллега, партнер, который является экс-чемпионом мира по натуральному бодибилдингу. В ноябре, вот буквально незадолго, за несколько дней до нашего первого технологического прогона будет проходить чемпионат мира. Мы с Сергеем Анатольевичем очень сильно хотим поболеть, попасть, но тут будет зависеть от графика за Адриана Кармоци, потому что что там нам подсказывает, что сильнейший переводчик, да, в прямом и переносном смысле этого слова. И Адриан Кармоци переводил мою презентацию, ну, наверное, это была одна из самых длинных презентаций моих на английском языке, тоже для меня был небольшой сюрприз, я планировал вещать на русском, и тут мне сказали, что переводчик заболел, и поэтому нужно будет говорить на английском, а Адриан будет переводить тебя на словацкий. И Адриан великолепно, виртуозно справился с этой задачей. Это вам, дорогие друзья, ответ на вопрос, кто говорил, что вот Адриан, вот госпожа Волкова поддерживают актеры, спортзвезды, а что они сделали для проекта? Дорогие друзья, то, что сделал Адриан Кармоци, вы увидите еще в специальном видеоролике. И мы постараемся сделать так, лично я, Сергей Анатольевич, Адриан, Франтишек, чтобы это видео облетело весь мир, чтобы миллионы людей просмотрели, потому что мы действительно запускаем индустрию транспорта второго уровня быстрее всех, сильнее всех, и выше или не выше покажет время, в зависимости от наших пролетов, в зависимости от нашей высоты опор, но что-то мне подсказывает выше во всех смыслах этого слова. И еще на засыпку одна новость нашего замечательного партнера, коллеги Франтишека Солара. Он вернулся с переговоров, с, соответственно, саммита арабского. И я могу сказать, дорогие друзья, что опять же, опять же, здесь происходят какие-то чудеса, но к которым мы, Сергей Анатольевич даже говорит, что я к этим чудесам абсолютно привыкаю и действительно начинаю в них верить. То есть вот, если касаемо даже победы Трампа, для проекта Skyway это также очень важно, дорогие друзья, то, что победил Трамп. И мы увидим, насколько это будет важно. А вот этот вот замечательный человек, который присоединился чуть более пяти месяцев назад, Франтишек Солар, провел за свои средства, я не буду говорить сумму, которую он потратил, он провел виртуозные переговоры с серьезными представителями, с министерствами коммерции, с одними из самых богатейших людей. Я не буду называть имена, то есть мы ввели практику с Сергеем Анатольевичем, учась на ошибках наших прошлых технико-экономических вебинаров, что будем говорить общие фразы. Переговоры были проведены на высшем уровне. И уже с начала декабря формируется новый график приезда потенциальных крупных и крупнейших арабских инвесторов и также крупнейших инициаторов адресных проектов. Если речь вести о суммах и о вопросе, откуда будут дивиденды и сколько будут, я могу сказать, что вот эти проекты, которые будут обсуждать арабы, это, соответственно, миллиарды долларов. И это и интерес концепции линейных городов, это интерес к общей стратегии стран Персидского залива. И вот это вот сделал Франтишек Солар. А знаете, в чем вопрос и в чем секрет Франтишека Солара? Это, дорогие друзья, сегодня у нас такой злой вебинар, но мы не любим слово злой. Мы любим слово эффективный. И вот максимально эффективным, чтобы быть на окончании своей речи, я хотел бы сказать, что основной секрет Франтишека Солара в том, что за этот месяц он провел 22 презентации. Вот сколько у нас было дней в прошлом месяце и 22 презентации. То есть фактически из 31 дня 22 презентации. Но каждую неделю по 3 дня вебинары. И от этого, дорогие друзья, рождается мастерство, от этого рождается профессионализм. И действительно, я буду и не устану повторять эту фразу, что любой может стать каждым в Skyway. Поэтому, дорогие друзья, вот сейчас даже буквально мне звонил на телефон партнер. Ему 18 лет. Он работает один в Нижнем Новгороде. И он уже организует контакты с крупными инвесторами, с депутатами. Парню 18 лет. Все, без комментариев. Строй Skyway, спасай планету. Спасибо, Алексей. Вот видите, так сказать, это... Поэтому, друзья, вот исходя из того, как комментарии, которые я давал, которые сейчас Алексей давал, видите, развитие идет. И вот мне тут уже пишут сейчас несколько, что время мы потратили на анализ того, что сейчас делается, и активизацию троллей. Значит, друзья, еще раз позиция. Вы понимаете, что я обсуждал вчера ее с Антон Дорчим Юницким. И я очень просил, чтобы он не входил в эту полемику. Почему я взял на себя вопрос, что неправильно это будет делать. Это раз. Во-вторых, если не отвечать, то эти шарки, они просто наглеют, борзеют. И мы это видим уже на примере, я говорю, еще одного мошенника, который просто начал судами доставать до такой степени, что пока не запустили группу адвокатов, которые сейчас все это ставят и разворачивают в другую сторону, то это доходит просто до абсурда. Когда суд пытается подать три раза подделанный документ. Поэтому это просто должно когда-то быть останавливано. И тут одно можно сказать, что если мошенников не останавливать, то они просто наглеют. И мы это видели и не раз, и не два, и не три. И второй момент очень важный сегодня говорит о том, что почему они активизировались. Друзья, подходит демонстрация. Их это бесит, их это крутит. Потому что реально подходит результат работы, что люди, которые ставят цели, они могут их достигать. И это как раз еще одна аргументация того, что сейчас это все будет активизироваться, делаться. И, к сожалению, друзья, вы тоже, наверное, не раз слышали от меня эту фразу. К сожалению, это будет со временем только усиливаться. То есть будут появляться более сильные оппоненты, будут появляться более сильные аргументы, будут появляться более сильные методы воздействия. Но это, друзья, тоже нормальный ход развития. Поэтому, как любят говорить мой очень хороший, уважаемый, мой знакомый, нельзя стать чемпионом мира, ни разу не получая перчаткой в лоб. То есть если вы во дворе живете и ни разу ни с кем не подрались, то вы не можете стать чемпионом района, чемпионом города, чемпионом страны, чемпионом мира. Это, к сожалению, друзья, очень сложный путь, который сопровождается именно постоянным отстаиванием своего права. То же самое мы, друзья, мы входим в очень и вошли в очень серьезный мир технологий, востребованных технологий, инвестиций, конкуренции. И никто не ожидает, что будет легкий путь, устелен розами, и все будет замечательно, и нас будут все только хвалить, хлопать в ладоши и говорить, как здорово, что мы сегодня это делаем. Нет, друзья, будет и обратное, и мы сейчас уже это видим. Более того, уже начались, и почему мы в Верховном суде доказали и обосновали, сейчас собрана вся доказательная база о том, что Юницкий является и разработчиком, и автором технологии за последние 36 лет, именно на основе вот этих противостояний с этими мошенниками и жуликами. Вот именно для того, чтобы отстоять права, потому что дальше и дальше желающих показать, что мы это делали, мы это говорили, мы это кому-то принадлежит, все будет больше и больше. И чем более очевидным станет и рынок, и заказы, и, соответственно, успех, тем больше такого рода сил будет. Поэтому мы к этому готовимся, мы к этому идем. Поэтому, друзья, я думаю, что здесь, я думаю, и воспринято, и понято все это и с пониманием, и я думаю, что тем более с поддержкой. Потому что дальше вы увидите еще, друзья, очень много неимоверных вещей, и кучу грязи на компанию Skyway, и на технологию Skyway, и лично на Юницкого, и лично на все окружение, которое есть, друзья. Потому что у всех вот этих вот шавок, у них другого нет, как облить грязью, обмазать и оклеветать. Это их метод работы, друзья, они по-другому не умеют. Они не умеют создавать. Если бы они умели создавать, они бы создавали. А так как они ничего, кроме этого, не умеют, то они будут делать только это. Поэтому, друзья, будем относиться к этому с пониманием, будем относиться к этому с терпением, будем относиться к этому, друзья, с профессиональной точки зрения еще и отстаивания своих интересов. И будут и уколобные дела на этих мошенников, которые организовали просто фарс в Верховном суде Беларуси, притащив туда лжи-свидетелей. Это тоже все, друзья, будет. И это тоже необходимо для того, чтобы наши с вами права, именно права как соучастников, соучредителей и совладельцев технологий, чтобы наши права отстаивались. Если на таких вещах мы будем это пропускать, то со временем, друзья, мы лишимся и в том числе наших прав на ту интеллектуальную собственность, которую мы сегодня обладаем. А я, друзья, бы очень сильно не хотел, чтобы это произошло. Для этого 16 лет я работаю, Виктор Бабурин, Алексей, все, кто подсоединились к этому проекту, для того, чтобы, когда уже виден и понятен результат, кто-то мог на него еще претендовать. Это, друзья, просто могу сказать, не будет никогда. Так, ну что, друзья, давайте тогда, как подводя итог, что мы стоим на пороге очень серьезных больших событий. Мы технические прогоны в цехах прошли, испытания прошли, сейчас это идет в поле. Соответственно, мы сейчас уже готовы к тому, чтобы показать заказчикам и крупным инвесторам уже работающую технологию. То есть, как она делается. Второй вопрос, как она строится, как она создается. И это, друзья, начиная с 29 ноября, это новый этап, который будет все более и более активно развиваться. То есть, у нас очень массово пошла работа по адресным проектам во всевозможных уголках. Я говорю, мы после 29-го прям сделаем определенный отчет, уже где запущены адресные проекты, на какой стадии они будут находиться. Но, соответственно, друзья, сейчас самое интересное время, когда подходит капитализация, когда подходит закрытие корневую технологию. То есть, именно крупными инвесторами. И с точки зрения краудинвестинга на сегодняшний момент самый интересный момент, когда можно еще по тем премиам, вечерным премиам, которые есть, сегодня выстраивать структуры, входить, инвестировать. И для компании это сегодня крайне важно. Потому что, друзья, мы это повторяли, еще повторяем, что на сегодняшний момент компания работает и живет только за счет краудинвестинга. Все строительство, все техника, которая создается, все оборудование, которое покупается, только за счет краудинвестинга. И этот вопрос еще не пройден, друзья. Как только он пройден, мы вам об этом сразу скажем. На сегодняшний момент вся тяжесть финансирования идет на краудинвестинги. Но чем сегодня уже, как вот Алексей начал говорить, новый этап, что у нас стремительно сейчас падает именно доля российских, белорусских, украинских инвесторов. То есть мы сделали, еще год назад это было 90% инвестиций. На сегодняшний момент это уже меньше третий. И оно продолжает стремительно падать, потому что все больше и больше входят именно западные инвесторы, венчурные инвесторы, которые знают, что такое стартапы, знают, что такое краудинвестинг, знают, что такое риск, знают, что такое технологические венчурные премии. И они как раз, следя за проектом, для них все с каждым днем становится более и более доказательная база, то, что мы сегодня создаем. Поэтому, естественно, друзья, у нас, я тут задаю вопрос, а почему вы больше в командировки стали ездить теперь, там, Пальма-де-Майорка, Братислава, Ганновер, Бензо, Зайнфульсен. Понимаете, я могу сказать, что, друзья, потому что основные инвесторы там сейчас. И презентации, которые мы проводим, они дают сразу очень серьезные эффекты. Но, тем не менее, друзья, компания всегда благодарна и ориентируется на тех, кто первый вошел, на тех. Их наиболее тяжесть компаний, которые на себя вынесли. Поэтому для них будут постоянные преференции, будут постоянные с точки зрения компании акции, когда можно будет постоянно увеличивать свои пакеты, именно исходя из дополнительных процентов на те акции, которые уже есть. Это тоже будет, друзья, постоянно, мы об этом будем говорить. И я думаю, что мы здесь с вами очень и очень много чего увидим. Ну, друзья, я думаю, что до следующего нашего вебинара, я думаю, даже в эту среду, то есть вечером у нас будет еще ряд новостей. Ну, а про следующую среду я даже сейчас не трудно предположить, сколько будет еще новых и интересных и репортажей с Экотехнопарка, и репортажей с производства, и новостей от команды, которая сегодня продвигает адресные проекты по всему миру. Поэтому, друзья, вот что я вам могу 100% гарантировать, вы не останетесь без новостей и не останетесь без того, что вы будете узнавать что-то новое и интересное про проект. Поэтому, друзья, я благодарен, что вы с нами, я благодарен, что мы с вами работаем и вместе делаем такой проект. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету! Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. У нас очередная передача из серии бесед о недалеком или достаточно далеком все-таки будущем с российским политиком, экономистом и практикующим футурологом Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, Сергей Анатольевич. Мы с вами уже обсудили, скажем так, интеллектуальное наполнение юнибайка или юнибокса по новой терминологии, да, его экосистему. Мы с вами уже обсудили новую терминологию Skyway и то, как будет функционировать система Transnet. Но давайте все-таки коснемся того, как будут не роботы жить, а как будут жить люди, где, как изменится среда их обитаний, как изменятся деревни, села, города в то время, когда вся земля будет опоясана дорогами Skyway, то есть будет создан Transnet. То есть речь идет о линейных городах. Какие будут дома, как они будут связаны, что будет в них? Вы уже рассказали, что будет в юнибайке. Это просто фантастика. Я даже боюсь предположить, что будет в стандартном, в стандартном многоэтажном доме, кластере своеобразном линейного города. Ну, здесь это такая давняя, давняя мечта. И когда мы много обсуждали это с Анатолием Довичем Юницким, он всегда говорил, что машины должны уйти на второй уровень, освободив землю именно для пешеходных продуктов, чтобы это было зеленый сад, зеленая трава. По-моему, зеленый сад и трава должны быть на каждом этаже и даже на крыше. Это как раз возвращение земли, именно плодородной земли. Это тоже можно отдельным, наверное, целью. То, что занято, возвращается многократно. Многократно и как раз еще и во много раз улучшенным. То есть это тоже как раз из одно направления SkyTech, то есть группы технологий. То есть мы с вами очень много проговорили про технологии, про терминологии. Еще один новый термин SkyTech. Мы еще не касались этого. То есть не новый термин, это то, что объединяет... Я имею в виду новый, то, что в прошлой передаче мы его не обсудили. Но мы просто не касались. Мы тогда шли в Транснета и Скайвея, а SkyTech — это объединяющая группа технологий. То есть это то, что разработала инженерная школа во главе с Юнистом. И почему родился именно термин SkyTech? Это тоже абсолютно закономерная вещь. Потому что это группа, которая идет следом за хай-тек, и поэтому возникает логический вопрос. А что идет следом за хай-теком? То есть хай-тек — это высокий. Выше высокого только неба. И поэтому мы начали предположить хай-тек, супер-хай, чуть-чуть выше, чем хай. Ну то есть что следует... Хай будет Sky. Хай будет Sky. И поэтому пришли, что SkyTech — это целая группа направлений, и это то, что разрабатывает инженерная школа. Skyway — это, конечно, достойное место, это локомотив, но есть еще огромное количество технологий, которые также будут с одной стороны сопутствующими, но с другой стороны дополняющими. И вот как раз то, что вы сказали, это гумус, дополнение, это мы ввели такое понятие уже в технологии SkyTech — это Skyland. То есть это следующая земля, которая обогащенная, сделана. То есть это много нового, что сейчас входит. Это то, что сегодня берется земля, которая в последней цивилизации просто приведена в негодное. Это фактически становится ядом. Так вот, проходя через вот эту технологию очистки, через технологию Skyland, это становится плодородная земля, и она берется отравленной, потом перерабатывается и возвращается уже как плодородная, готовая давать абсолютно новую экологическую. Это тоже целая группа технологий, и как раз с точки зрения городов это обязательно надо понимать, что туда, куда будет приходить Skyway, то есть как только эта технология запустится и оформится, то есть именно Skyway и строительство транснета, то пропадет такое понятие, как неосвоенная территория. Туда, куда пришел Skyway, сразу пришло все, пришла цивилизация. То есть сразу туда пришла энергетика, туда пришла информация, туда пришло комфортное проживание, и туда пришла система, которая связана с любой точкой, где находится уже эта сеть. Поэтому, по сути дела... Своебразное покорение целины. Да, и по сути дела вся земля будет делиться на только две категории. Та, которая подключена к транснету, и та, которая еще не подключена. И, соответственно, туда, куда приходит, то есть не будет такое понятие, как развивающаяся страна. Потому что если, допустим, через Монголию, где мы сейчас проектируем, и мы пишем целую концепцию развития сейчас страны, именно Монголии, с точки зрения, что ей даст, когда начнет развиваться Skyway, то как только пройдет линейность Skyway через всю страну, эта страна перестанет быть категорией развивающейся. То есть там сразу возникает комфортное жилье. Цены на недвижимость, на землю взмывают до небес. Как это ни странно, но я могу сказать, что понятие цены на землю, оно просто вообще уйдет в прошлое. Потому что у земли и у таковой цены не будет. То есть будет территория, которая включена в транснет по технологии Skyway или не включена. Потому что мы говорили о скайпринтерах, которые будут в автоматическом режиме печатать жилье, печатать эти станции. Ну, печатать — это условный термин. И скайпринтер — это тоже условное. То есть это комплекс, скажем, такой роботизированной техники, которая будет в автоматическом режиме проектировать, строить, а потом эксплуатировать. И человек только будет получать, соответственно, те необходимые качества, которые есть сегодня, должны быть в жилье или в рабочем месте. И дальше, если говорить уже, как объединиться Skyway с проживанием, то, на наш взгляд, у каждой семьи должно быть 500 квадратных метров жилой площади. Именно почему 500? Каждому. Каждому. Почему 500, так сказать? Ну, я бы говорил, даже мне больше нравится 600, потому что 600 — это 6 соток. Это на крыше этого дома 6 соток. И, по сути дела, вся концепция сегодня Skyland'а говорит о том, что эти 6 соток должны абсолютно прокормить полностью всю семью всем необходимым, которые ей необходимы. Поэтому, получая такое жилье, или покупая такое жилье, соответственно, вы получаете землю, которая вас будет кормить, вы получаете коммуникационную систему, которая будет связана с единой транспортной мировой системой, вы получаете Unibox, который стоит внутри, который может из вашего жилья переместиться в любое место, а потом вернуться. Соответственно, этот же уже не Unibox, а сменный мобильный блок, который является контейнеровозом, он все необходимое вам привезет домой, он все необходимое уже увезет из этого дома. То есть это как раз становится совсем другой логикой проживания. И скорость, с какой это будет строиться, я думаю, сегодня соизмеримо с той скоростью, как мы привыкаем к смартфонам, и как мы начинаем ими пользоваться. Вот, соответственно, сегодня те сроки, когда жилье строится годами, ну уж если не годами, то месяцами, то в ближайшее время это уйдет просто в небытье. Ну, по срокам понятно, а стоимость жилья какова будет? Я слышал, что намного более экономичным станут дома в линейных городах. Ну, здесь уже как раз никакой футурологии здесь нету. Это уже, ну, скажем так, заявление таких известных нам коллег, скажем, или так, партнеров, как Илон Маск. Вот, соответственно, он поставил своей целью в течение 10 лет все домохозяйства сделать автономными по энергетике, то есть там устанавливается автономная система Power.ru, а в инженерной школе Юницкого разрабатывается система, которая будет более эффективная, чем ту, которую сегодня применяет Илон Маск. Соответственно... Само собой. Это сам, конечно. Поэтому сегодня говорить о том, что все домохозяйства будут, и все дома, о которых мы говорим, в линейных городах, они будут автономные по энергетике, они будут самостоятельно вырабатывать электроэнергию, и, соответственно, цена будет несоизмерима с сегодняшней. И в этом плане это становится как бы там абсолютно реальностью, исходя из того, что сегодня хочет иметь каждый. То есть вот футурология — это, в принципе, представление о том, как мы хотим себе представлять. И все футурологи, это как небольшое отличание, они делятся на две категории. Первые, которые говорят, что все будет плохо, и начинают пугать, почему это будет плохо. И, соответственно, те, которые говорят, что все будет хорошо, и рассказывают, что и почему будет хорошо. Ну, я так понял, что в линейных городах, построенных по технологии SkyWay, все будет хорошо. Все будет очень хорошо. И когда меня пытаются пугать будущим, что у меня будет чип в голове, что мои дети будут привязаны к чему-то, и есть какую-то химию, то, друзья, просто не верьте этому. Все будет с точностью до наоборот. Все люди будут бегать по лужайкам в своем лесу, все будут есть абсолютно 100% экологическую пищу, пить абсолютно чистую воду, дышать свежим воздухом, при этом перемещаясь в наших юнибоксах, можно заниматься спортом. И энергию, которую мы сегодня тратим непонятно куда, мы будем переводить в энергию движения. И таким образом даже здесь мы будем питаться, и за счет этого двигаться. И то будет уже полезно. Я здесь могу только поаплодировать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-defisystems.com. Поддерживайте наш проект, и все будет просто прекрасно. И мы вместе с вами, и с Сергеем Анатольевичем, и со мной будем жить в линейных городах. Будущего строя Skyway. Спасай планеты. КОНЕЦ